Только в прошлом году в рамках программы «Дети Кубани» в Анапе получили жилье 19 детей-сирот. По словам руководителя управления по делам семьи и детства, здесь наблюдается заметная положительная динамика. Для сравнения, в 2016 году квартиры получили только три очередника. Однако по действующему законодательству сумма, которая выделяется на приобретение одного квадратного метра жилья, составляет сегодня 41 тысячу рублей. Но в Анапе цены на недвижимость давно превысили этот показатель. Уважаемые депутаты, в связи с тем, что данный вопрос состоит остро, просьба обратиться от имени Совета муниципального образования к застройщикам, с просьбой изыскать возможность сотрудничать с муниципалитетом в данном вопросе по приобретению квартир детенцев. В этом году власти планируют поднять планку. Жильем будут обеспечены более 30 человек этой категории граждан. Каждая квартира должна быть общей площадью не менее 33 квадратных метров. По состоянию на февраль 2019 года список детей-сирот увеличился за счет вновь прибывших в Анапу на постоянное место жительства. На этот год у нас уже 225 детей-сирот. То есть Анапа привлекает, курорт привлекает, притягивает сюда. Все хорошо. У нас более тысячи многодетные участки надо резать, давать. В перечень земельных участков для многодетных семей включены 24 участка в поселке Уташ. Также на сессии было принято решение о присвоении новой улицы в селе Суко адресного названия «Проезд Дружбы». Руслан Душевский. Анапа. Регион.